Смертоносные лесные пожары добрались до окраин морских курортов Винье-дель-Мар и Вальпараисо в Чили. Также огонь охватил соседние города. В целом, под угрозой оказались более миллиона людей. За несколько дней погибли 112 человек, сотни пропали без вести. В своих домах сгорело много пожилых людей. Также многие жители попали в огненную ловушку, пытаясь уехать из горящего города на автомобилях. Власти говорят, что число жертв будет расти. В стране объявили двухдневный траур. В огне сгорели тысячи домов. Супруги Серхио и Мария из города Винье-дель-Мар прожили вместе 30 лет. Владели домом и мастерской. Теперь остались только стены, мусор и покорёженный металл. «Это моя мастерская. Мы остались ни с чем. Всё, что нажито, принесено в жертву». Некоторые говорят, что бедствие больше похоже не на пожар, а на ядерный взрыв настолько масштабное разрушение. «Это моя кухня. Там же стояла стиральная машина. Это ванная. Здесь были душ и туалет. Здесь была спальня. Там ещё одна спальня. Это гостиная. Там столовая». Только в воскресенье вспыхнуло более 30 пожаров. Президент Чили ввёл чрезвычайное положение, чтобы направить больше сил на борьбу с огнём и помощь пострадавшим. Помимо спасателей задействованы 1300 военных. В зонах бедствия объявлен комендантский час. «Пожары распространяются быстро. Погода усложняет борьбу. Жарко. Сильный ветер скоростью 30 километров в час и с порывами до 60. Также сейчас низкая влажность. Если вы получили сообщение с инструкциями по эвакуации и думаете, что пожар далеко, не заблуждайтесь. Если пришло сообщение, значит, надо эвакуироваться». Это бедствие стало самым смертоносным в Чили с 2010 года, когда в результате землетрясения и цунами погибли 800 человек и 1200 пропали без вести.